Наски полетят! Выключай всё! И кушать! Марш! Ну сегодня просто разрыв, поэтому сходу лайк, не забываем. Друзья, всем привет! Паша, Акстар, в общем, объясняю для тех, кто не знает. Сегодня я... В образе малыша... Здрасте. Буду преподавателем гитары. Просто такие безумные идеи, обязательно ставь лайк, потому что они очень сложно, во-первых, реализуются. Кстати, как она была реализована, эта идея? В этот раз я нашёл преподавателей, которые сказали своим ученикам, что они приболели, и их подменит другой преподаватель, то есть я. Конечно, запись прошла не без проблем. Анимация в старом. Я не верю. Но, тем не менее, три отборных реакции на малыша-преподавателя я вам сегодня покажу. И я редко вас о чём-то настоятельно прям прошу, но в этот раз хочу попросить. Поставь, пожалуйста, лайк, и давай попробуем собрать 100 тысяч лайков очень быстро. Вот, и когда мы соберём 100 тысяч лайков, я сделаю следующую, вторую часть малыша-преподавателя для тебя. А теперь самое важное. Сейчас вот можешь перейти по ссылке в описании и подписаться на мой телеграм-канал, потому что я там столько всего интересного делаю, а ты вот не смотришь. Там и анонсы, бэкстейджи, невошедшие реакции и много всего интересного из моей жизни, а также розыгрыши гитар. И вот как раз на 50 тысяч подписчиков, там осталось совсем немного, у нас будет масштабный розыгрыш пяти гитар. Поэтому обязательно подписывайся и участвуй. Всё, ссылка в описании. И я желаю тебе приятного просмотра. И погнали. Ну, Василий Геннадьевич вас предупреждал, что я его сегодня заменяю. Ну да, он говорил. Это мой коллега, мы друг друга периодически подменяем. Я сегодня ваш преподаватель. Хорошо, как к вам обращаться? А, не забыл, извините, представиться. Я Павел Андреевич. Павел Андреевич. Ну, можно просто Павел, если так быть удобно. Анна. А, Анна, хорошо. Сколько у вас занятий вообще было? Одно всего лишь. Да, помню, одно занятие у вас. А, вспомнил. Василий Геннадьевич передавал, что вы занимаетесь поэзией. Ну да, я пишу стихи. Да, и он сказал, что ваша цель – научиться подыгрывать себе под эти стихи, чтобы музыка получалась. Да, конечно, поэтому хотелось. Мне кажется, сейчас это просто популярнее. Да, стихи плюс музыка равно песня. Теории я вас грузить не буду, у меня тут весь план нашего занятия расписан. Вот гитара, все части, как называются, знаете? Ну, не совсем, если честно. Вы, если что, не переживайте, опыта у меня много. Как бы это странно не выглядело. А сколько вы преподаете, если не секрет? В течение уже года. То есть, как закончил музыкальную школу? И сразу. Здорово. У меня в данном случае такая. Угу, а у меня такая. У меня хорошая гитара. Ну, честно, красивая, как минимум. Такая же яркая, как и вы. Спасибо. Вот. По поводу, значит, комплек... этих... как называется? Вот, например, как хочется назвать вот это вот? Вот это круг. Вот давайте называть его круг. Давайте. Смотрите. Сына! Да, извиняюсь, увлекайся от этого. Да, у меня сейчас занятие, можно попозже? Понимаю, кушать что будешь? Скажи быстро. Пельмешки или пюрешку с сосисочками? Сейчас, извините, пожалуйста. Как любишь, ну вот. Пельмешки. Понял. Ты занимаешься, да? Все, полчаса ко мне не заходил. Офиг. Хорошо. Мама скоро придет, так что ты закругляйся. Ты знаешь, как обычно бывает. Извините, пожалуйста. Да, итак, это... Я просто обычно... Ну ладно, все нормально. Больше не будет такого. Итак, круг. Ну не совсем правильно, круг. Помню, так, это у нас что? Нога что-то, да? Гриф. Как птичка. По опыту моему, вот мои ученики обычно вот ассоциативно что-то запоминают. Например, это гриф. Так, это у нас с вами как это? Честно, не могу вспомнить. Что ж такое? Это... Разброси. Это у нас с вами эти калки. Сейчас я кому-то всыплю. Как калки? Сейчас я кому-то всыплю. Я почему с работы прихожу трусы и разбросываю попу? Я почему собирать это должна? Паблик. Время видео. Почему ты за компьютером опять? Мы идем кушать. У меня занятие. Все, у тебя 7 минут и мы идем кушать. У меня занятие. Можно через полчаса, пожалуйста? Паблик, какие полчаса? Сейчас я тебе всыплю. Сейчас в тебя трусы лябой летят. Я сказала 7 минут и говорю, идем кушать. Извините, давайте этот, чтобы... Мне так неловко, неудобно. Давайте бесплатно наше занятие сегодня будет. Давайте, хорошо. Да, хорошо. Простите, пожалуйста. Итак, гриф, да, все, калки. Ладно, давайте уже практики, а то еще не успеем. Итак, вы бы хотели подпевать под свои стихи? Да. На третьей струне, второй, ладно? На третьей? Ой, Матерь Божья, так. Понимаю. Так. А можете показать мне левую руку вашу? Левую руку? Так, сейчас покажу. Сейчас покажу. Ой, я держу, да, но ногти-то длиннющие. Ой, да. Кошмар, конечно. Ногти нужно обрезать. Ну, да, только сделала, правда, обидно, конечно. Ну, да. Сжимай, наверное. Супер, звук отличный. Вот, смотрите, еще такая тема. Если вам понравится со мной заниматься, вы можете Василию Геннадьевичу сказать, что вы больше не хотите заниматься, а вообще, типа, передумали. А с вами можем продолжить. И уметь дешевле. Ну, я надо, наверное, подумать мне немного, просто, ну, как тоже. Он только по аккордам, вот этим, которые я вам показывал. А я вас могу, знаете, чему научить? Чему? Смотрите, если, ну, а, например, могу разное сыграть. Например, что? Что-то красивое, мелодичное или громкое, энергичное? Даже не знаю. Мне и то, и то нравится, а можно оба варианта? Да, ну, давайте начну с красивого просто. По вам видно, что вы такое хотите, мелодичное играть, красивое. И, там начинается. И, там начинается. Уже так красиво похлопаю. Мне кажется, я заплачу просто. Вот, вот такое вот, представляете, вы сами сможете сыграть. Мне кажется, я вообще от музыки, конечно, далека. Я думала, что это простое, там, какие-нибудь три аккорда. Это, так с этого мы с вами и будем начинать. А к такому мы можем прийти со временем. Вот так вот. Смотрите, либо можем что-то поэнергичнее. А давайте энергичнее еще очень хочется послушать. Да, конечно. Да, то есть, вот, если хотите, можете, ну, вот, я буду вам преподавать вместо Василия Геннадьевича. Ну, надо тогда, если так, то это как-то аккуратно сделать. Да, мы с вами придумаем, можем с вами так схитрить. Ну, я подумаю. И я, у меня дешевле. Хорошо, ладно. Вот, и более энергичное, например, это реквим по мечте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я перезвоню. Ты че так жестко-то? Я не ожидал, что так жестко. Стоп! Рассказывал лайфхак, если вам лень ходить по магазинам и хочется выделиться. Все просто. Все майки. Я сейчас играю в Hogwarts Legacy, поэтому я выбрал принт с факультетом Slytherin. Как считаете, идет ли мне Slytherin? И напишите в комментарии, в каком факультете вы бы сами хотели оказаться. Я думаю, все разделятся на два лагеря, это Slytherin и Gryffindor. В общем, значит, толстовка качественная. Материал, из которого он делал, отечественная. Краска отечественная. Люди, которые его делали, отечественные. Молния качественная. Капюшон вместительный. Так что не переживайте, даже если у вас большая голова вместится. Кстати, а тем, кто любит поярче, вот. Клевый принт от нейросети на футболке 3D. Очень яркий по всей поверхности, и если долго смотреть, то кажется, что плиты сейчас задвигаются сами. На сайте огромный выбор мужской и женской одежды с принтами различных тематик. Музыка, аниме, фильмы, игры, все что угодно. Кстати, если вам нравится принт на футболке или толстовке, то вы можете заказать и другие вещи с ними. Мужские, женские и аксессуары. А кстати, еще можно создавать свои принты прямо на сайте, используя конструктор. И такая вещь будет только у одного у вас красивого. Сканируй QR-код на экране, или переходи по ссылке в описании, чтобы попасть на сайт Семайки. Вот, и заказывай вещи всякие. Используй промокод обязательно на скидку 10%, которая суммируется со всеми акциями на сайте. Все, погнали дальше. Приветствую. Здравствуйте. Предупреждали. Да, что вместо Александра, да? Да, сегодня я буду вместо Александра. Он, к сожалению, не смог, меня попросил подменить его. Вот. Я постарался, нашел для вас время, поэтому сегодня с вами позанимаюсь. Нет. Ну, вы не похожи на преподавателя немножко. Раз Александр меня попросил, ну, значит, вы ему можно доверять? Да, да, конечно. Ну, в общем-то, берите гитару в руки. Хорошо, беру, взял, вот. Вижу. Покажите. Что именно? Ну, сколько вы вообще занимаетесь? Ну, с Александром два месяца. До этого я сам там чуть занимался, как бы, там учил что-то. Вот. Хорошо. Ну, покажите, что вы сделали. Я вот научился, ну, аккорды, понятно, там я легко беру уже, даже, там, то, что струны металлические нормально. Вот даже... Ну, да, я все понял, давайте меньше говорим, больше делаем, да? Да, конечно. То есть, просто показывайте. Ну, кривовато, потому что, вот, неделю назад было занятие последнее. Кошмар. Как? Кошмар. Ну, почему? Это вас вот так вот Александр научил, да? Ну, да. Да. Не ожидал от него. Если по пунктикам пробежаться, правая рука постановка. Это вот что за культяпка? У вас пальцы вот так двигаются. Амплитуда? Смешная. Я понял, да. Мы поднимаем руку вот так вот, и у нас пальцы по полной амплитуде двигаются. Это громче, музыкальнее, лучше, профессиональнее. Окей, понял. Дальше. Гитара у вас стоит... Почему она у вас вообще вот так стоит? Так она вроде так и должна стоять. Она должна стоять вот так. Вот так? Вот так? Для того, чтобы мы видели, что происходит у нас на грифе. Гриф такой, не знаем, что такое. Разве? Мы должны смотреть, разве, на струны? Меня вообще нормально слышно? Да. Да. Я не первый месяц преподаю, вот. По опыту говорю, что вот так лучше. Так лучше видно, что у нас происходит на гитаре. Окей, как скажешь тебе, да. По песням показать. То есть у меня были интересные мне песни, которые я хотел бы разучить. Понятно, что вы там хотите, но нужно заниматься по программе. Мы идем, по-моему, вот у меня есть план. По нему мы идем. С ним мы дойдем к успеху. Итак, давайте попробуем выучить с вами мелодию. Давайте. Играем первую струну, открытую. Это шестая, но вы что? Ага, прошу. Я что-то задумался. Это вот Александр вам так рассказал, что это первая? Нет, это я сам так придумал. Да, я поговорю с ним. В общем, первая. Да, кошмар. Дальше идет четвертый лад второй струны. Четвертый лад, да. Да, вот поставил. Супер, отлично. Теперь играем первая струна, потом вторая. Да, и так мы делаем пять раз. То есть первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая, первая. Семь, извините. А зачем? Сейчас вы поймете все. Это у нас начало нового произведения. А вы до семи умеете считать, извините? Да. Да, вы раз четырнадцать сейчас играли. Итак, ладно. Я думал, что вот это вот, это как одно повторение. Ладно. Смотрите, семь раз мы в общем играем, то есть. Извиняюсь, а можно вопрос? А вам сколько? Вообще, это на самом деле не так важно, но мне уже пятнадцать почти. Нет, я верю, что в пятнадцать можно очень хорошо играть. Дело не в игре. Дело не в игре. Дело в умении преподавать. То есть, играть-то может каждый. Я именно работаю, прохожу практику именно по преподаванию. Ну, а так надо уметь же играть, наверное, чтобы преподавать. Нет? С чего вы взяли, что я не умею играть? Я вам сейчас показываю то, что мы будем играть с вами. Ну, хорошо. Давайте. Дальше. Первая, вторая. Вот это вот мы сыграли. Потом мы третьим пальчиком сыграли третий лад. Так. Да. Окей. Ничего не напоминает? Да, кое-что напоминает. Что-то очень известное, честно говоря. Что-то очень известное, да. Я же все понимаю, что нынешние ребятки хотят играть более популярное что-то. Ну, да, но мне не принципиально. Да. Итак, это у нас произведение к Элизе. Понял. Только вы опять поставили гитару не так, как нужно. Так. Да. Давайте... Она скальзывает же вниз, неудобно очень. Все нормально, привыкнется со временем. Я сейчас сыграю, как это произведение будет нас с вами звучать в конце нашего урока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну... Это... Это восторг. Да. Вот. Поэтому... И заметьте... Честно говоря, не ожидал вообще... Гитара стояла-то не вот так, да? А вот так. Да. Вот не доверяйте мне, вот по-моему видно, что вы как-то так ко мне относитесь. Но я вас так вот могу научить. Александр, да, может вам только вот аккорды показать? Ну, если вам нужен настоящий уровень профессионализма... Угу. Смотрите, есть вообще такое предложение? Если вам нравится, можете Александру сказать, что больше не хотите заниматься, а я вас к себе возьму. Но... Тут выбирайте, либо вы хотите играть на гитаре, либо вы хотите вот с Александром. Ну, это... Да, на самом деле я подумал, потому что... Спасибо. Но давайте меньше слов, больше дела. Давайте дальше мы учим. Там идет в конце первая струна, перед то есть... А... 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 Я очень извиняюсь, но это самое идеальное место, чтобы рассказать про свою гитарную академию, в которой я также учу людей играть на гитаре, но не под маской малыша. У нас там уже целое гитарное сообщество, в котором больше трех тысяч учеников, поэтому я также приглашаю тебя туда, вот, и даже дам тебе вот такую скидочку и эксклюзивные стикеры Акстар. А если ты счастливчик, я подарю тебе самую первую футболку своего мерча. Уже хочешь спросить, как это все получить? Я подготовил игру, внимательно записывай инструкцию. Переходишь в бота по ссылочке в описании, играешь и забираешь призы. Вообще, все просто. Поэтому давай, переходи по ссылке в описании, жду тебя в гитарной академии, буду тебя учить играть на гитаре и будешь кайфовать от того, насколько классно и быстро у тебя все получается. Все, погнали дальше. Правильно, понимаете, правильные методики объяснения и вообще, что бы лучше запоминалось. Это очень важно. Преподавание, играть каждый круто может. Преподавать единицы. Я согласен. А получится, может быть, как-то с вами заниматься так же? Я не знаю. У меня, на самом деле, мало времени. Вот, у меня учеников. И, ну, я что-нибудь постараюсь придумать. Я очень, да, надеюсь, что получится. Вот. Ну, все. Тогда я очень горжусь вами. Вы вообще большой молодец. Спасибо. Получается, на самом деле, я вообще способный. Вот. Ладно. Спасибо огромное. Тогда передавать привет Александру. С вами спишемся. А знаете, кто еще и загибался? Экран нового Realme, который мне дали потестить на Роза Фести пару месяцев назад. Это, кажется, их первый флагман с изогнутым экраном. Realme 10 Pro+. Там вообще топовая начинка и за более чем адекватные деньги. Короче, 100% стоит вашего внимания. Я оставил ссылочку в описании, поэтому ознакомьтесь. Это прям моя вам качественная рекомендация. На этом все. Не забывай 100 тысяч лайков и следующая часть. Также не забывай подписываться на мой телеграм-канал. Там много всего интересного. И скоро будет розыгрыш гитары на 50 тысяч подписчиков. 5 гитар целых. Все. Пока. Кстати, поставь лайк, если вот так красиво. Тогда даже нет света. Прикольно, да?